Пославие апостола Павла Кремнина, 1 глава, 20 стих. Ибо что можно знать о Боге, явив для них? Потому что Бог явился, невидимая Его, вечная сила Его через рассматривание, творение, видимы так, что они безответны. Хорошо запомните это место. Это ключ к доказательству неверующим, что есть Бог. Что можно знать о Боге? А я Его не верю. А вот Он как раз и говорит, что в мире есть книга. Как Ломоносов говорил об этом. В мире две книги. Одна книга, которую можем измерять циркулем, это видимый мир и космос. И другая книга, это Библия, нравственный закон. Так здесь говорится о первой книге. Что можно знать о Боге? Ну что можно сказать о человеке, который сделал вот эту дверь, платок, который на тебе? Что можно сказать? Ну ты можешь представить, что он знает свою специальность, знает, как обрабатывать материал. Что можно сказать о человеке, который выпустил эту книгу? Он знает, как ее переплетать, где достать этот материал. То есть мы, не встречаясь с этим человеком, уже имеем представление, почему так ценятся шедевры искусства. Если, говорит, мы бы жили с Пушкиным на одной лестничной площадке и просто здоровались каждое утро. Но ничего не читали, что он написал. Мы бы его знали не сравненно хуже, чем ни разу не встретишь, а читая его произведения. По произведениям мы узнаем его. Так что можно знать о Боге? Вот это Бог явил всем. Творение свое. А вот творение это растения, деревья, птицы, насекомые, рыбы, животные и, конечно, сам человек. Есть микрокосмос, когда рассматривают через электронный микроскоп, и макрокосмос. То, что не поддается и телескопам рассмотреть. И Бог это явил, при том каждому человеку в каждом поколении. Ну, привилегии на то, что он может отговориться, я не знал. Немногие люди имеют. Это рожденные идиоты от рождения. И отрицать Бога при гробе близкого человека и под звездным небом может только совершенно неверующий человек и лишенный разума. Так один мудрец сказал. Злодей. Что можно явить? Бог явил им так, что эти люди безответны. Те, которые говорят, что я в Бога не верю, на суде Божьем они ни одного слова не могут сказать. Во свою защиту. Но ты видел, что у тебя два глаза. Ну, в зеркало-то все равно видел. Ну, что у тебя есть нос, обоняет он. Гнилостный запах, добрый, ароматный. Ты это знал, узнал. У тебя есть язык, который определяет кислое, сладкое, горькое. У тебя есть пальцы, которые что-то берут. Посмотри на ногти, на брови. Ну, что-то ты не знал. Что там в Африке, как слон питается, размножается. Но это ты видел. Осмотри себя. Как я чудно устроен. Считай 138-й псалом. Давид, испытав все в жизни, пришел к выводу, что сложнее всего, прекраснее я сам. Почему Господь весь мир сотворил и сказал, все сотворил хорошо и весьма хорошо. Но самая высшая красота – это человек. Вот когда поется «и в лепоту обличеться», то есть он, Бог, вошел в красоту высшего творения, в лепоту, в красоту облегся. А Деву Марии получил он красоту тела человеческого. Бог явил им. И вот нужно рассмотреть хотя бы немного, где мы каждый день можем видеть эту книгу и читать ее, удивляться. Тем более сегодня есть возможность и путешествовать, видеть, записи разные. Вот мы сколько лет осмотрели, и сейчас еще географическое общество, которое делает съемки подводные, в разных странах, все время только удивляешься. Думаешь, ну неправда, ну не может быть. Когда чучело утконоса прислали в Англию, с Австралии, то ученые долго рассматривали под тогдашние микроскопы и пришли к выводу, очень искусно составленное чучело от разных животных и от птицы. Не может быть такое животное. Животное, млекопитающее, несет яйца, нос утинный. Ну же нарочно все сделано, как будто бы. Так это мы видим только внешнее. Вот сейчас, до конца февраля, уже в марте прилетят скворцы. Мы видим, как он поет, слышим. А как он собирается, и кто их срывает. В один день раз все сорвались в одном направлении. Или рыба идет, когда на ней рез. Прямо на смерть идет, перегородят, она умирает здесь. Однако идет. И как живут, и сохраняют себя. И как они находят пищу именно для себя. Я все время интересуюсь птицами с малых лет. Из всего живого мира меня больше всего привлекали всегда птицы. Я не могу объяснить, просто заложено это. И постепенно, сейчас все еще узнаю про птиц, и до конца не могу узнать. Одно маленькое перышко. Любое голубиное перышко упало. В нем 75 тысяч зацепочек. Чтобы вот раздевался они, а потом опять проведи руку, и они опять сцепились. Такая хлебушка делает на человеке. Это в одном перышке. И какая подъемная сила, и как они летят. Все чудо. Бог явил. Рассматривайся, исследуй. Есть ботаника, биология, физиология, зоология. Каких только наук нет. Орнитология это про птиц. Аминология там... Аминология это о разных животных. Инфектология о насекомых. И люди посвящают себя исследованию одного какого-то рода птиц, как Порно показывает. Он 20 тысяч лет изучает сову. Другой изучает рыбу, только одну рыбу изучает. Какие на них паразиты бывают, как с ними бороться. Пока изучал, вся рыба, говорит, в озере передохла, там замор был. А он получил успел кандидатскую степень. А сколько докторов наук питается из этой книги, из этого чуда. Что можно явить, знать о Боге? А вот это можно знать о Боге. Независимо от того, какой ты вероисповедание, язычник и совсем ничего не принимающий. Разум поражается всей красоте, разнообразием. Когда считаешь, ну не может этого быть. Что разных растений на земле 500 тысяч. Как? Ну я на огороде только знаю, что вокруг огорода растет 500 тысяч. Я, когда узнаешь о живых организмах, речь идет где-то приближается к миллиону. Да как это может быть? И все время открывает новое. Сегодня почти каждый день. Где-то в глубинах океана. Даже рядом было, и никто не знал, что существует особый род бабочки, насекомые. Это только уж человек полностью этому преданный. А те, которые посвящают себя рассмотрению звезд, астрономы. Ведь они до конца всего не знают. Самые современные приборы не могут определить, сколько звезд точно. Сколько галактик не знают. Примерно все, примерно, примерно какая скорость. Как эта земля висит, и она не падает, и луна не приближается ближе. Как подумаю я чудо. Глаза закроешь, Господи, я там чуде, я жил. Да я до конца не понял, что такое сон. Встаешь и не знаешь, то ли наиву было, то ли в самом деле. Мой личный сон. И жизнь прожил, и так ничего и не понял. Что можно знать о Боге? Это все о Боге. И все время повторяю, как ты дивен, Создатель. Как все прекрасно. И ото всего, что вокруг нас, нити натянуты. Мы-то не умеем лечить себя. Какие-то таблетки придумали. Ты, может быть, корешок репья бы только пожевал, и уже болезнь твоя отступила. Посмотри, я говорю, японцы, шесть блюд готовят только из одного корня репейника. А у нас репейник-то сорняк его, больше не назовешь никак. Специальное общество создаются поклонники только лука, больше ничего они. И они в нем находят столько. Вот профессор Нассаль 30 лет посвятил изучению пчел, меда, его целебных качеств. Если у тебя мед есть, практически никакого лекарства тебе не надо уже. Знать, когда принять. И все, что от пчел есть, пчелиное молочко, прополис, все, что можно знать о Боге, это явно. Как оно могло произойти? А само путем эволюции. Почему эволюция прекратилась? Никто не отвечает. Если она была эволюцией, в какой момент она... Ну почему сегодня бабочка не превращается в карася, карася в порося? Ну почему не превращается? Она там все остановилась и стоит. Обезьяна, да, похожа на человека. Ну, похожа-то чем она? Ну, внешним видом. Ну, внешний вид это не говорит, что он внутренне такое же у него устройство и разум. Человек награжден вершиной, разумом, богоподобием. Псалом 91, 5 стих. Ты возвеличил меня творением твоим. Я восхищаюсь делами рук твоих. Эти слова ты должен говорить каждый день, что бы ты ни увидел. Как мы восхищаемся делами рук человеческих. Надо же, вот придумали компьютер. Ты посмотри, вот как научились. На маленький какой-то прибор можно столько сейчас записывать. А ведь в начале-то, всего в начале века, не знали, как делать запись. Записывали на металлическую и стальную проволоку. Бобины раскручивались. И никто не мог, почти 30 лет стояло на одном. Так это исследование. А у человека все в памяти записывается. Причем храним 50-летней давности. Человеческий организм, говорят, обменивает все, что в нем есть, полностью. Данные клетки и костные за 7 лет. Так за 50-то лет. Я уже 7 раз обновился. Обновился. А я помню все, что было 50 лет назад. Почему с мозгами это все не ушло, раз мозги-то обновились? Значит, где-то есть бессмертная еще душа. Это Бог является. Я восхищаюсь делами рук Твоих. И сразу ставь себе вопрос. Господи, а когда я восхищался делами рук Твоих? А как восхищаться? Ну, у тебя что есть? Кошка. Господи, как ты ее премудро сотворил. Какое грациозное создание. И какая она ласковая. Благодарю тебя. Давид видел и говорил, все дышащее дохвалит Бога. Давид все направлял к прославлению Богом. И кедры ливанские дославят Бога. Лед, туман, дождь. Все славит Бога. Ну, у нас что, глаза закрыты? Устатся наполни словослоем за все, что есть. Человек ценит, говорит, здоровье, когда теряет его. Ну, а сегодня-то можно было оценить. Я буду задавать вопросы, и ты никогда не ответишь, если ты не считал святых отцов. Волос растет. Почему брови дальше не растут? Ну, так и в сказках. Уверят там они до земли. И почему они такие плотные в одном направлении? Почему? Василий Великий говорит, вот как козырек над окном, чтобы воду отвести и не текло. Вот так и здесь, когда ты спотеешь, чтобы плот не попадал. Бог взял козырек. Как все просто. И другого толкования нет. И глаза где поместил, и как их защитил. И все обдумано. Нос-то не просто нос, а это нагревательный прибор в нем. В нем очистительный колорифер. Все пылинки, основное, все-все, его устройство-то мы не знаем. И то медик говорит, что знает ощупь, и медики-то идут. Я разговаривал с профессорами. Он говорит, а все на ощупь. Один больше, только меньше. Бывает интуиция догадывается. Второе послание Петра, 3 глава, 4 стих. Люди говорят так. Вот с тех пор, как стали умирать отцы наши, все остается так же. А где он, Бог? Ну, в чем-то и так же, а в чем-то и не так. Человек меняется. В своем отношении к Богу. Меняются события. Как разделяется мир. Вот вплотную подходят уже через это ИНН к печати антихриста. Люди этого не видят. С тех пор, как стали умирать отцы наши, и они на этом останавливаются, но все остается так же. А где видно, что приближается конец мира. А по всему видно. Как решает человеческий организм, так решает и мировое устройство. Вот такого безобразия в верхах, в верхних эшелонах никогда не было. Это был один обман. Совершенный обман при том. И при том, в этот обман некоторые верят искренне, а другие знают, что... Я говорю, на неделе так я встречал человека большого ранга и спросил про выбор, он сразу ответил, ну вам ли не знать, что уж все там разнаряжено и вы знаете, кто будет мэр. Я-то не знаю. Ну там-то знают. И то, что воюют, это все для виду. А в кулуарах они целуются, обнимаются. Это все масоны уже сделали. Ну ты маленько смотри на мир. Какой мир? Да, в природе кое-что исчезает. Отдельные виды, говорят, исчезают. Вот сейчас лягушки древесные исчезнут, если там китайцы вылавливают. Вроде какая-то катастрофа будет. Ничего не будет без лягушек. Без Бога. Не будет змея. У нас были когда-то змеи-коропатки в наших местах. Я ловил даже их. Сегодня ни одной нету. Нету. Почему? А пестициды все отравили. И видишь, что человек безжалостный хищник. Все разливает, давит, уничтожает. И поэтому узнаешь, где Бога нет. Я узнаю не только, где Бог, а должен узнать, где его нет. Его нет там, где нет страха перед Богом. 1 Тимофея 4.4 Всякое творение Божие хорошо. Вот когда сказано «всякое», то сразу думаешь, что ежели и клоп нужен. Тем более крысам все время обижает. И мышь лезет. Моль. Вернулся, она все почикала. Ну и всякое творение Божие хорошо. Ну неужели глисты в человеке хорошо? Ты не спорь. Ты не знаешь, что так вначале не было. Ты остановись на этом. Это за наши грехи. Бывает, человек бережется. Каждый день он там санитарную обработку делает и болеет. А другой живет, ничего не соблюдает, и у него нет болезни. Сейчас что, лечение какое? Специально глистами лечат. Вводят новую науку специально. Многие болезни, желтуха и прочее заражают. А глисты на определенной стадии просто прекращают свое существование. Умышленно привозят из южных стран. Специально сейчас заражают людей, чтобы уничтожить ту болезнь, которая не поддается из лечения никакими химии. А эти глисты отжирают эту болезнь. Как это может быть? Значит, надо тоже думать, что и это тоже славит Бога. Только до нас еще не доходит. Псалом 32, 6. Словом Господа сотворены небеса. Запомни и повторяю. Словом Господа Он сказал и явилось. Ничего больше нет. Вот и так у вас все просто. Но в этой простоте мы и должны. Господь нам сказал через Павла, боюсь, чтобы ваши умы не уклонились от простоты во Христе. Простоту надо любить. Бог сказал и сделалось. Больше ничего нет. И не надо никаких загадок загадывать, что раньше, курица или яйцо. Вы смело отвечаете, курица. А откуда же она сделалась? Ниоткуда Бог сотворил, а потом она уже снесла яйцо. Вначале курица. Не так, что все, говорит, дородилось из яйца. Нет, все сотворено Словом Божиим, а не из яйца. Это потом уже сотворенное Словом Божиим создало яйцо или снесло яйцо. Третья книга Едры 5.20. И вот из всех сотворенных ты избрал себе одну голубицу. Приятные слова считать, конечно. Столько птиц, тысячи яиц. И ты избрал, и он это заметил. Почему? Я могу сказать, что голубь не чистоплотное животное. Это птица. Дрочливая очень. Одна из самых немирных птиц. Соседи, если выпал из гнеза голубенок, она его задолбит до смерти. Непрерывно дерутся. Даже одной минуты нет, чтобы голуби не дрались. Сытые. За все дерутся. Рядом сидят. Ничего нет. А другой гнезок внизу. Он не достается все равно долго, чтобы достать. Сто раз мимо, один раз все-таки попадет. Ну а Бог избрал ее именно. Почему? Ну я знаю, голубь кроткий. Никогда в руках, если он на тебя, тебя он не долбнет. Можешь глазу подносить, карту. Никогда. Он только одно. Втягивает голову. И Бог его избрал. И Ельдра это подметил. И ты прослаживай это Бога. Я не понимаю. Я люблю голубей. Я не знаю, за что его Господь избрал. За кротость. Будьте говорить, что просто как голуби. Привязанность к одному месту. Значит, привязанность. Ну сейчас сожги дом. У меня нового воробья не будет. А голуби будут возвращаться и на пепелище. И живут при храмах. В этом что-то есть. А у нас так люди были среди нас. Пили, ели, прищищались. Стал человек, ушел. Вот сейчас у нас там конкретно. Две недели, три недели нет. Я говорю, где он есть? Не звонят. Пошли. Съезжали к нему. А я ушел. А куда ушел? А другую еридичку. Ну как ты жил, дед, спил, ел здоровый мужчина. Ушел из конца. Ну как ни одного человека не сказал ни на свидание. Да как может так? А где же это тогда? Будьте просто как голуби. Ты к нам имеешь какие-то определения? Нет? Ну из-за чего ушел? А мне это не подходит. Что Лавр с патриархом где-то встречались там. Ну и что, что встречались? Ты о Боге понятия оказывается не имеешь. Бог разве поставил мое спасение от того, что вышестоящий первосвященник с кем-то встретил? Что он виновен и ему положено 40 ударов без одного. Но никогда этого не было. Даже нигде намека на это нет, что мое спасение, жертва Христова, потеряла значение для меня, что вышестоящий что-то... Я не знаю, даже у меня было бы радиоинтернета, я про это и не знал. А ты узнал и побежал куда? Ну поэтому Бог избрал голубицу, что она стремится к дому, а ты от дома отрываешься. Да и с другой стороны, если ты узнал там спасение, а ушел отсюда, потому что тут не спасительным, ну ты хоть скажи нам, чтобы мы-то тоже не пропадали здесь. Нам глупым-то еще это не открыто. Значит, у тебя и любви к нам нет еще, оказывается. И страшная неблагодарность, которая в этом же послании есть, говорят, люди будут крайне неблагодарны. Вот тебе пример голуба. А голубь благодарная птица. Если здесь она родилась, почему почтовая только голуби? Из тысячи разных птиц только голубь летит за тысячи километров до дому. Рекорд поставили. Купили в Москве голубку, увезли в Японию. Перелетело море и добралась обратно до Москвы. И он открыл ее. Это рекорд. А в прошлом году здесь вот и привезли, они сто голубей, есть и менее почти полторы тысячи километров. Выпустили, и через 48 часов все были дома. Где, что есть? Вот это Господь знает. Стремление к небесному Отечеству. Мы духовно родились, и туда мы должны стремиться. Есть такой птицы? Почтовой голуби, почтовой курицы нету. Воробья, скворца. А ты можешь его воспитать, у тебя щегол будет петь. Но почтовым ты его не сделаешь. Мы даже не можем постигнуть то, что у нас под руками. Третье ездры. Восьмая глава, восьмой стих. Как творение твое сохраняется в очреве? Что попадает в человека, то переваривается все. Ребенок это другое существо, у него другая душа уже. И он в очреве и не переваривается. Удивительное дело, живет, и на него не влияют никакие ни соки, что пища переваривается. И ездр говорит об этом. Как? Он не мог ответить. Сегодня, может быть, они могут объяснить. Сегодня все эти нуклеиды, все эти разбирают. Ну, это же удивительно. Внутри. И почему не по-другому? И тайна так и остается тайной. А дальше наследует качество, может быть, не только от самой матери, но и бабушки. Наклонность к математике, к музыке. И бывает даже радужная оболочка глаза у него, от родственника. И походка бабки. А бабка умирает уже от радости. Она идет такая же, как я, похожа на меня. Ей больше ничего и не надо. Ну, кто это сделал? Да заодно это только день и ночь славь Бога. Слава Мопелис Давид 138-14. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Он ничего не мог до конца понять. Конечно, знания Давида были ограничены. У него возможностей не было сегодняшних. Сегодня книги возьми по анатомии. Какие они красочные. Все есть. Я дивно устроен, повторяю. Дивно. Притом у нас никаких выключателей. Я только подумал. И смотри, язык успевает вовремя согнуться и сдать нужный звук. Разум успевает подставлять другое слово. Даже речь-то как передать. И когда кому сказать, бывает моргнуть, головой кивнуть, никто не переключает. Держишь, открыл, все. Опять закрыл, что-то какой-то сигнал дается. Как это? Только умом. А чел это сгибается, протягивается рука. И все руководит всем царь. Дивно я устроен. И Бог это явил для всех. Поэтому написано так, что они неизвинительны. Эти люди на суде Божьем ни одного слова не скажут. Ты же не слепой был. Даже слепой. Ты бы познал Бога, что у тебя разум есть. Рича Соломона 6.6 Если у тебя не хватает учителей, пойди к муравью-ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. А там учителей несколько тысяч. И у них главного начальника никакого нет. И как они дружно действуют. И все соразмеренно у него. И дальше пойди, ленивец, посмотри на пчелу. Плод его приятен для всех. И цари, и рабы, и муравьи, и медведи. Все любят этот мед. Пойди получи. Что мы приносим на языке своем? Делами своими. Евангелист Лука 12.24 Христос говорит, посмотрите на воронов. Вот они и все заботятся. Сколько у человека заботы? А для чего делаешь? На черный день. Знаете, черный день это судный день, когда Бог. Ну и смерти день, когда умираешь. На этот день ты хочешь приготовиться правильно? Раздавай как можно больше. Мы в прошлый раз согласились откладывать понемногу на библейское общество. Не забывайте, об этом напоминать не стоит. Кроме того, мы не ходим с тарелкой. Такого вообще нигде нет. С тарелкой везде ходят. У сектантов всегда. А мы только на одно даем, на разум. У нас родилась сестра. Сделать сбор сегодня. Кто сколько может. Через кого-то. У кого-то занять нет, в другой раз рассчитаешься. Хорошее это дело. Да, хорошее. Ты рассуждай об этом. Посмотри на ворону. И они не все и те жнут. Так им об этом не заботиться. Пришло время, отдели что-то, не пожалеешь. Бытие. 1.31. Увидел Бог, что вот он что создал, все хорошо и весьма хорошо. Люди находят кое-что ненужное в человеке. Вот аппендикс. Бывают тогда аппендициты. Без этого было хорошо. Я как-то рассказывал об этом. В Америке решили так. Рождается ребенок, сразу операция и сразу удаляют. Что-то потом не было. Но все равно он не нужен-то. И никто не знал. Прошли медицинские обследования. Рожденок, все нормально. Приходят совершенно летний возраст, 16 лет. Эти дети склонны к побегу. Никто не знал. Исследования на практике показали. Вернуть уже ничего нельзя. И стали связывать прямо с этим. А какое это отношение иметь? Не знаю. Но у Бога все соразмерно и ничего вишнего нигде нет. А мы заранее будем убирать, чтобы не болеть. Другим будешь болеть. Говорят, что неправильно устроен глаз. Я сколько читаю, думаю, ушлучив глаз, кажется, ничего нет. И здесь нашли что-то не так устроено. Дивные дела Господни, мудрость Божия, отобразилась во всем. Вот сколько от Земли до Солнца. Нашли планету, которая в несколько раз, в поперечнике больше этого расстояния. Такие страшилища. Архтур называется. Как она? Даже вообразить невозможно. Расстояние от 125 миллионов километров. Там выходит в несколько раз больше, еще раз в 4 поперечники. Ну так уж говорят, приходится поверить. И все это Он. Он Бог наш. И всюду везете молекулы какие-то, атомы. Узнаешь только сегодня. А первые люди не знали. Они знали. Дивно устроен. Весьма хорошо. И очень хорошо. Иов. 22.12. Посмотри вверх на звезды. Как они высоко. Ну, смотрел, конечно, он визуально. Но посмотри. И вдруг святые некоторые говорят, смотреть на звезды не надо. Это отвлекает от Бога. Я сразу даю опровержение. Неправильно. Иов говорит, посмотри на звезды. Смотреть нужно чаще. Сам Бог уводит Авраама и говорит, посмотри на звезды. А пустынки говорят, это отвлекает человека. Не может отвлекать. А это, наоборот, привлекает. Кому-то, говорит, эти звезды нужны, если кто-то их зажигает. А это был, может быть, единственный компас. По нему люди определяли когда-то время. Да и почему когда-то? Сегодня передают шестой сигнал. Москва передает точное время. Я был в ракетных шестях, служил. И такая станция была СЕВС. Станция единого времени. Я говорю, а она-то почему сверяется? Как почему? По звездам. Оказывается, какие бы мы мудрее ни были, а в конечном счете обращаемся к Богу. И высчитывать траекторию планет с точностью за миллион лет можно вперед подсчитать. Я разговаривал с верующим машинистом. Он говорит, я машинист, работал без нарушений. У меня стаж полный. Около 30 лет на железной дороге. Я старался точно войти в график. Ни разу поезд за всю жизнь не смог привезти. Бывает на несколько секунд или опоздаю. Длинный состав пока ни разу не мог. Но он обращал все на этот состав. Кто сотворил эти планеты? Ни одна ни за одну не сцепляется. Какой новый старый стиль? Это все выдумки. Самый старый стиль это звезды. Самый правильный счет времени у мусульман и у евреев, которые по новолунию справляются. И в 31-26. Смотри на Солнце, как оно сияет. Как оно выходит величественно и Луна шествует. Оказывается, и на Солнце надо смотреть. Горит и не сгорает. Мало того, еще и жечь сильно будет. Еще сильнее будет жечь. Почему? Говорят, радиоанная реакция. Реакция взрывается. Все знают, что такое не взрывается. Какая температура, внутри не знает. Снаружи только Солнце. 6 тысяч градусов. А какая температура Солнце дает, если не знает, я вам скажу. Вот попробуйте дома, возьмите полное ведро, заморозьте на улице. А потом дома постарайтесь его превратить в воду. Сколько вы потратите калорий? А теперь рассчитай, сколько здесь объем. И один кубометр, если льда. Так вот, за одну секунду с поверхности Солнца отрывается тепла достаточного, чтобы растопить слой льда толщиной в один километр вокруг всего земного шара. Но все это уходит в космос. Это такая фантастика быть не может. Высчитано уже. Это все так и есть. Посмотри на звезды, на небо, на луну и прославь Творца. Ты, Аллилуйя, непрерывно повторяй. И это Бог дал мне познать. Створение-то это не признает, не познает. Человек может познавать. И твое познание Бога будет увеличиваться. Ты легко будешь доказывать, что само по себе это не могло. Никакой эволюции нет. Это обман. Обман. Бабочка белая в городе может сделаться серой. Да. Ну и все, на этом закончилось. Считаем кипись. Кевреям 12.22. И вот, говорит, все, что видимое, сотворенное, близко к уничтожению. И все это будет со своим концом. Ничего нет вечного. Вот люди, которые полагают большие силы на исследование и достигают каких-то вершин возможных, и когда они это узнают, и это все кончится, вы бы посмотрели, как они расстроены. Он думал, что в этом все. Нет. Это все только ступени к познанию Бога. Это нужно выяснять. Искать совершенство во всем, что ты имеешь. Насколько человек видит движение и познает дивность этого творения, настолько же много чудес и в неживом. В дереве, в железе, все, что нас окружает. Неживое, просто земля. Как она разит? Ну, вы знаете, как посадить. Но как оно, это семечко, даст тебе теперь тот этот плод? Садим голое зерно. Ну, возьми. Редька, мак, огурец, арбуз, посолны. Семечко. Семечко немного отличается во вкусе. Один воздух, одна вода, одна земля и все разное. Как? Я был совершенно негодный. Я был совершенно негодный, и он избрал. И все это переведите, что это ступени, через которые я должен познать Бога. Почему Ломоносов и заканчивает разговор об этих двух книгах. Неразумен тот астроном, который пытается познать волю Божию циркулем, измеряя небо. И неразумен тот поп, который пытается путем Библии познавать все. Здесь другие приборы. Здесь другие мысли приходят. И что ты видишь, колючая, сладкая, мягкая. Ты все время говоришь, Господи, а что еще за этим скрыто? И ты через это трогаешь меня, привлекая к себе, какой же любящий наш Бог. Каким мы счастливы, что нам открылся и дал это понять. Итак, что можно знать о Боге, Он нам явил. Но самое главное, Он нам явил, что это нас умер Сын Божий, Иисус Христос. А все это творение, оно оказывается некое уничтожение, хотя сгорит земля и небо. Но Бог ничего не приготовил для уничтожения. Все будет обновлено, возвращено в первозданный вид. И она иногда спрашивает, я так вот люблю таких птиц, а вечности будет ли это? Будет. Вся тварь ожидает искупления сынов Божиих, ибо сама она будет освобождена от тления, свободу, когда дети избавятся от тления. Благословен наш Бог, даровавший нам чудного Павла, апостола, который напомнил нам, что мы можем эту книгу читать, даже совершенно не зная грамоты. Аминь.